Привет, мои хорошие! С вами Селена Свой, и сегодня долгожданный фикс прайс 14 февраля. С любовью вас! Нет-нет-нет, куда это вы собрались? Сейчас я вас буду показывать всех. Итак, я зашла в фикс прайс, а там все пахнет любовью. Я просто растерялась. Это так круто-круто-круто, сердечки розовые. Знаете, в чем кайф 14 февраля и все, что к 14 февраля? Потому что любовь актуальна всегда. И все, что там написано, а лав, сердечки и так далее, это вам не Новый год, когда снежинки, там это куда? Летом не пойдет, весна. Какие снежинки? Какой там хэппи-нью-е? А лав, а лав ю. В общем, вы можете брать 14 февраля всегда и забивать на ютубе фикс прайс 14 февраля. И всегда будет смотреть это все актуально в любое время. Лишь бы оно оставалось всегда в остатках, вот что единственный недостаток. В фикс прайс очень быстро все разбирают, потому что все очень дешево и красиво. Сейчас я вам покажу, что же пришло к нам в фикс прайсе на 14 февраля. Первое, что я вам покажу, это вот такая вот коробочка, которая не оставила меня равнодушной. У меня много на самом деле коробочек из шепиши осталось. И они очень классно дополняют мой интерьер. Вы, наверное, видели в одном из видео последних, вот, будь счастлив, будь счастлив 3, я там записывала. И у меня там были на фоне коробки. Они очень классные, потому что они функциональные. Они не только красиво смотрятся и дополняют ваш декор, но они еще и функциональные. В них можно что-то хранить, положить. А также в них можно подарить подарок. И это будет лучший подарок, потому что он подарен именно в этой коробке. Значит, смотрим, она такая розовенькая, так как у меня все розовенькое, вы поняли, да, что у меня розовенькое. Здесь бежевенькое. Внутри. А-а-а, милота! Она не просто белая. Они что, они специально хотят растрогать меня до слез. Ну, я понимаю, что они не для меня делали, но стопудов вот кто делал это, думает, сейчас мы их удивим, сделаем там еще горошек розовый. Вообще, коробочка классная. Но, честно говоря, не скажу, что она прям сделала супер-пупер, потому что вот проклейка, вся эта здесь видна проклейка. Там есть поменьше. Вот проклейка. Вот в шебешик не было такого. Немножечко неаккуратно видно сделано. Видно, экономят уже на труде. Платите больше. Тем, кто трудится, делают такую красоту. Дальше. Я купила вот такую бумагу завертывать. Опять же, почему я сейчас думаю, зачем она мне нужна на 14 февраля, никому ничего не собираюсь там дарить. А потом подумала, ну, это же просто с любовью розовенькая для тебя. Актуально будет всегда. Вот я буду делать подарки, кому-то отсылать посылки. И я, может быть, если не забуду, моя дырявая голова, я отошлю именно подарок или посылочку победителю в конкурсах именно вот в такой вот бумажке. Я думаю, будет очень красиво. Бумаги. Бумажки. Как бумажка, блин. Как туалетная бумажка. Нет. Она ребристая. Давайте я открою, покажу. Что я вам в пакете все покажу? Ой, она гладкая. Она на самом деле очень качественно сделанная бумага. Давайте посмотрим, какая она с другой стороны. С другой стороны то же самое. Она двухсторонняя. Вообще классная. Она плотная. Здесь листы. Да, листы. Просто вот такие вот листы. Ну, наверное, их тут 10 штук, я думаю. Или 5. Раз, два, три, четыре. Или 6. Сколько у вас тут штук? Я не знаю. 50 на 70, 6 штук. Да, вот они. Вот такие вот листы. Класс. Спасибо за это. Спасибо. Фикс прайс отдельное. Ой, нас чешется. Дальше, 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 дальше. Я купила. Смотрите. Вот мне оно нафиг не надо, но все равно. Любимый, я обещаю тебе чеки для исполнения желаний. Это вообще тема, тема, мне кажется. Потому что, представляете, мы на самом деле в суете нашей, вот жизненной, мы очень часто забываем просто остановиться, посмотреть друг на друга с любимым, сказать, я тебя люблю очень сильно. И вот такие, мне кажется, вот игрушки, они заставляют остановиться и что-нибудь сделать вместе, обратить друг на друга внимание. Мне кажется, в день 14 февраля каждая девушка и каждый мужчина должен приобрести себе вот такую штуку для своей половинки. Да, как порадовать своего мужчину и стать для него настоящей волшебницей? Единственное, неповторимой. Эта книжка для любимого на каждый день, который его обязательно порадует, разнообразие, яркость относительно. Это я купила для женщины, а там стопудов был еще и для мужчин такой. Блин, я не посмотрела. Кто пойдет, посмотрите, напишите мне. В общем, а я почему-то почитала, как будто здесь было... Например, первый любовный экспериментальный банк. И вот типа здесь вот так раз, и написано. Министерство путей общения. Обещаю приготовить любимый завтрак и подать его в постель. И здесь пишется, значит, дата, когда и время, с какого по какое, и твоя любимая, и подпись. И все. Ты это, значит, делаешь в один прекрасный день. Представляете? Так раз и даришь. Вот раз в месяц можно какую-то дату найти, да, в какой день вы познакомились или поцеловались, или еще что-нибудь. И вот раз-таки отрывали и любимому, значит. И он такой, опа-опа, меня ждет. А когда? То есть... А, подожди, нет, дата тут написана. Ну да, ну пусть ждет, классно. Конечно, сюрпризом было бы супер, но тоже. Дальше. Давайте середины прям наберу. Ну, примерно, чтобы вы понимали, да? Дальше. Дальше. Обещаю дать тебе выбрать, куда мы поедем отдыхать следующим летом. И тоже дата, и вот тралля. Ну, подпись и все дела. Обещаю не комментировать твой стиль вождения, дату и действия. Блин, это так круто! Мало того, что это круто и приятно для любимого, это еще, на самом деле, развитие и работа над собой. Именно в этот момент делать то, что вы обычно не делаете. Да? То есть, ну, к примеру, да, не комментировать вождение. Это же часто бывает по привычке, мы комментируем, комментируем, а тут раз работа над собой. Вот у меня с мамой так, мы когда ездим с ней, я вот такую книжку с ней бы тоже. Она все время, ой, вот здесь это, вот здесь поворотник включит, то-то, я говорю, мама, пожалуйста, ну вот хотя бы 10 минут, помолчи, не комментируй. А она не может, она молчит-молчит, потом раз опять начинает. Представляете, какая работа над собой, когда молчать? Вот попробуйте остановить свои мысли. Это очень сложно. В общем, вот это классная штука, классная. Надо посмотреть для мужчин, чтобы он, типа, для женщины. То есть, это для девушек. Я предугадала, да? Вот она у меня останется. Мы с любимым будем вот этим заниматься. Либо с малым своим, с ребенком подрастет. Что касается Валентина. Смотрите, какие классные купила я сердечки. Вот эти сердечки, они тоже, на самом деле, они на самоклеечке, наверное. Да? 150 штук. Самоклейки или нет? Я почему-то думала, что это самоклейки. Давайте проверим. Как всегда, я вот это вот увидела просто и такая думаю, а, а, беру, беру, а что это вообще? Просто так? Нет, это самоклейки. Да, точно. Ой, они клеятся. Такие классные. Какой кайф. Представляете? Супер. Или вообще нет, на лбу. Вот. И дальше свою программу я буду вести именно так. Вот смотрите. Что там написано, кстати, у меня? КИС. Как раз про меня. В общем, здесь они фиолетовенькие и красненькие, сирененькие, и красненькие. И мне кажется, что это вообще можно прилепить, ну, просто куда угодно. Куда угодно. Правда. На подарок вы отсылаете кому-то. Да что угодно, я не знаю. Ну, просто все. Все. Аж нечего сказать, куда, да? Ну, нет. Ну, сами подумайте, куда вы можете приклеить. На лоб, как минимум. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Ой, вообще приколюха. Вот это вообще такая милота. Я на самом деле хотела такое взять, но не видела нигде. И когда я это увидела, это супер. Я хочу сделать себе вот такую вот штучку, растяжку. Напечатать фотографии и закрепить их. И закрепить их не просто какими-то там непонятными штуками, а вот такими. Это вот такие вот прищепочки. Они вот такие маленькие, смотрите, да, по сравнению с пальчиком. Маленькие. Ой, пальчик грязный. В общем, они вот такие маленькие, по сравнению с пальчиком, смотрите, малюсенькие прищепочки. И прямо на них вот налепить, их 10 штук здесь, налепить 10 таких вот фотографий и растянуть их. Вот, например, с маленьким следом. Ну, блин, так клево, так клево. Прищепки, сердечки. Блин, сердечки деревянные. Все деревянные. Сердечки деревянные и прищепки деревянные. То есть вечные практически. Дальше. Мне понравился офигенский стакан. Вот это будет мой постоянный стакан, который я буду, из которого я буду пить. Смотрите. Это стаканчик котик. То есть его перевернуть. Вот он, котик. Так он будет сушиться у меня. Но на самом деле он на ножках. Он прозрачный. Он с крышечкой. На крышечке написано здесь лофт, траля-ля. И вот такое. Во-первых, я люблю прозрачные стаканы. Ну, как бы прозрачные, да. А он не совсем прозрачный, он такой светленький. На ножках необычно, с рисунком, с крышкой. Ну, вообще. Я, в общем, взяла. Мне эта тема очень нравится. И я буду реально с него пить. Ну, мне кажется, вот этот рисунок содрется. Сдерется. Содрется, сдерется. Ну, в общем, когда он сдерется, она будет просто белая. И тоже будет прикольная. На самом деле. Правда. Круто. Ну, это заваривать чай в ней можно. Раз, закрыл крышечкой, и все. Или что-нибудь, если положил, в холодильник, да. Чтобы оно не завонялось. Холодильники. Рыбу, например. Закрыли крышкой. Закрыли крышкой, и все. И холодильник не воняет рыбой. Дальше я купила вот такое сердечко. Почему-то, вы знаете, что я подумала? Оно же для стекла, но мне для стекла не нужно. Это я, ладно, покупала снежинки для того, чтобы людей порадовать, которые мимо окон ходят. Но! Я подумала, это же не... В общем, можно же налепить еще куда-то. Давайте я сниму эту фигню с лба. Может быть, она вдруг вас смущает. Какая-то баба разговаривает. Вот, прекрасно прилепила сейчас. И очень мило смотрится на моем комоде. Давайте попробуем, куда можно прилепить это сердечко. Потому что я бы прилепила его, допустим, на фон. Ну, не на занавески, конечно, а вот на фон. У меня много разных фонов. И мы сейчас попробуем прилепить его вот сюда. Нет, не держится. Не держится. Блин, неужели это только для стекла? Для зеркала еще. Да, у меня лежит одна такая на зеркале. Ну, кстати, а что у меня? Новый год на зеркале. Я сердечко сделаю. И розовое, понятное дело, розовое. Блин, а куда еще можно? На зеркало, на стекло. Все, больше никуда? На железо, интересно. Надо будет посмотреть. Кто куда знает, это можно лепить? Говорите. Прямо. На холодильник, думаешь, выдержаться? Любовь. Любовь как расстояние. Любовь как. Все, у меня пакеты снова тут полетели. У меня такой бардак. Вам лучше этого не видеть. Вы мне говорите, рум-тур покажи. Я тут пройти не могу. Мимо шматья этого все. Ладно, купила себе еще вот такой вот коврик. Слушай, я не помню, я видела их, не видела эти коврики. Но просто у меня ткань лежит под тем, где, знаете, посуда. Я думаю, а что бы вот такую штуку, которую мыть можно? И не надо ждать, пока она высохнет. Вот. Думаю, отлично. Я взяла вот эту штучку. Я не знаю, были они там. По-моему, они были. Но что-то я не обращала внимания. Но вот как раз посуду на нее ставят. Мне вот такая больше нравится. Мягенькая. Классно. Дальше я купила себе. Я раньше не обращала внимания. А недавно посмотрела видео, где парень лепит себе на ногти из фикс прайса. На руки, то есть, ногти. Но в чем прикол? Да. У меня нормальные ногти. Да, их накрасила, все хорошо. В чем прикол? Что они самоклеющиеся. То есть, это не нужно клей какой-то там, да? То есть, это на время. Реально. Налепил. Снял видео. Дай, Кислин, тебе нравится. Налепил, снял видео. Стильненько, да? И все. Так что, если вы увидите у меня вот такие ногти какие-то, то... Ну, скоро у нас будет косметика фикс прайс. Скоро. Будет, точно. Обещаю. Просто столько видео, вот так вот ду, кругом голова. Да, и я сделаю ногти туда, в этом, в этом, в этом видео. Так, и что еще у меня, что еще? А, одна из подписчиц мне рекомендовала взять в фикс прайсе вот такие вот помады гигиенические. Я взяла, попробовала. Скажу вам честно, я довольна. Да, губки увлажняют. Запах очень приятный, они очень мягкие. Прям банан такой, так откровенный банан, понимаете? Яблоко. Да, яблоко. Ну, в общем, яркий, яркий, насыщенный вкус такой, да? Они полностью прозрачные, и губки очень мягкие. Мне понравились вот эти вот. Ну что, мои хорошие, фикс прайс покупочки закончились. Я вас всех поздравляю с наступающим 14 февраля. Я от всей души желаю вам любви. Взаимной любви и взаимопонимания. Я правда хочу, чтобы... Нет, все, это слишком уже. Я правда хочу. Ну, а если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Впереди очень много интересного. А я с вами прощаюсь, до следующего видео. Пока-пока. Кстати, много-много придумала причесок, образов и платьев под горки для вас, милая дама. Так что, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok